По итогам встречи глав МИД Азербайджана и Армении стало ясно, что между сторонами по-прежнему не достигнуто взаимопонимания и остались серьезные разногласия. Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедьяров заявил, что необходимо проявить больше политической воли, а ситуация на линии соприкосновения не должна препятствовать продвижению к декларации или мирному договору. Комментируя результаты этой встречи, российский политолог, специалист в области конфликтологии Евгений Михайлов сказал о Хараз, что нет ничего удивительного в том, что на протяжении 15 лет переговорного процесса по Карабаху нет никакого прогресса. Есть, на мой взгляд, только одна сторона переговорного процесса, настроенная адекватно и предлагающая реальные шаги для достижения хоть какого-либо результата. Это Азербайджан. Армения, по моему мнению, до тех пор питает напрасные надежды на то, что она сохранит оккупированные территории и что ее в этом поддержит мировое сообщество. Пока данное мнение будет присутствовать, Ереван не договороспособен и, соответственно, необходимо отбивать у армянских политиков любые иллюзии по этому поводу, добавил он. По его словам, трудно сказать о том, в чем заключалась суть деталей предложений посредников, о которых сообщил Эльмар Мабидьяров. Однако то, что никаких кардинальных решений не было объявлено, говорит о многом. И прежде всего о том, что армянская сторона неуступчива и не идет на компромиссы. И продолжает осуществлять провокации на линии соприкосновения войск. На любые провокации армянской стороны необходимо отвечать с позиции более сильной державы. На мой взгляд, обмен какими-то одиночными перестрелками и убийствами с обеих сторон – это удел слабых. Баку силен как дипломатически, так и экономически. И необходимо уже заканчивать говорить с Сири Ивановым на его же языке. То есть пора кардинально решать вопрос возврата оккупированных территорий, подчеркнул российский политолог. Продолжение следует...